Желтеют листья клубники, что делать? Почти на всех дачных участках, даже в северных регионах России, можно увидеть растущую клубнику. Ягода обладает невероятным ароматом и вкусом, содержит большое количество полезных веществ, достаточно привлекательно с коммерческой точки зрения. Поэтому все временные и физические затраты, сопутствующие ее выращиванию, агрономы окупают с лихвой. Особенность культуру надо пересаживать с интервалом в 4 года. С одной стороны, это преимущество, но с другой стороны, это приводит к накоплению болезней и отравляющих веществ, которые пагубно отражаются на количестве и качестве урожая. Основная причина изменения окраса листьев зеленого на желтый цвет – нарушение агротехники выращивания клубники. С пожелтевшими листьями не только можно, но и нужно бороться, главное – установить первопричину. Общее правило ухода за клубникой. Клубника – достаточно неприхотливое растение, ее можно выращивать даже в домашних условиях. Начинающему агроному вырастить богатый урожай клубники под силу, но нужно изучить правила агротехники, прочитать рекомендации по уходу. Выслушать совет опытных садоводов. Существуют различные сорта клубники, даже такие, которые плодоносят всего один год. Однако не имеет значения, какая клубника растет на дачном участке, ее в любом случае надо готовить к новому сезону. Рассады клубники прежде всего необходимо раскрыть грядки. Ремонтантные сорта зимуются с формированным бутоном, поэтому морозы им не страшны. А вот с обычными сортами клубники немного сложнее, чтобы они не замерзли потребуется кусты накрыть землей или плотной пленкой. Разумеется, надо убрать весь мусор, включая листья отмершие соцветия усы. Погибшие кусты клубники тоже надо обязательно убрать, а на их место необходимо посадить новую рассаду. Делать это следует как можно раньше, чтобы новые растения прижились до начала вегетационного периода. Далее надо уделить внимание почве. Ее надо осторожно подрыхлить, не повредив корневую систему. Разумеется, потребуется освежить эмульчу. Эта процедура не только уничтожает сорняки и ускоряет процесс прогревания земли, но и спасает от насекомых, которые не пробудились после зимней спячки. Важно! Для предупреждения нападок вредоносных насекомых необходимо своевременно собирать и сжигать сухую траву и срезанные листья. Для этого растения очень важна почва, вернее ее состав и насыщенность полезными элементами. Важно следить за здоровьем почвы, мульчировать землю и вносить удобрения под куст с наступлением тепла. В качестве органического удобрения надо использовать золу и кефир. Чтобы каждый куст плодоносил регулярно и обильно, надо своевременно прищипывать усики и не стремиться стимулировать рост побегов во время формирования плодов. Клубника и земляника любят много солнечного света и тепла. При оптимальных температурных условиях ягоды быстро наливаются и источают приятный аромат. Вместе с тем, расти культура должна в отчасти затененных местах, чтобы на листьях не образовались ожоги. Обратите внимание! Альтернативный метод приготовления удобрений – свежая крапива. Растения собирают и измельчают, далее его заливают теплой водой и в течение четырех дней настаивают. Эта подкормка стимулирует рост побегов и улучшает состояние листьев. Причина пожелтения листьев клубники Желтеют листья клубники, что делать? Прежде чем приступать к лечению культуры, надо установить провоцирующий фактор, из-за которого желтеют листья клубники. Неподходящее место посадки ошибка возникает из-за неопытности агрономов, когда они неправильно располагают грядки. Не стоит сажать клубнику на полностью открытом участке, в противном случае обильные солнечные лучи обожгут восприимчивые листья. Если такая возможность отсутствует, во время солнечной активности кустики надо затенять. Неподходящее место посадки – садовую землянику надо сажать вдали от малины или тюльпанов. Если пренебречь этим правилам, растения могут поразить общие вредители – малина земляничный долгоносик. Клубника желтеет и засыхает, что делать? Еще одна не менее распространенная причина – выращивание культуры на кислых почвах. Дефицит влаги многие агрономы задаются вопросом, что делать, когда клубника пожелтела. Без соблюдения правил полива растения не смогут поглощать из почвы необходимые питательные вещества. Клубнику важно регулярно поливать, но в меру. Кусты садовой клубники рекомендуется поливать первые половины дня, поскольку в вечернее время грунт может не успеть подсохнуть до снижения температуры воздуха. В этом случае кусты могут заболеть. Обильность поливов зависит от погодных условий и типа почвы. Как правило, расходуют на один квартал. М – около 10-12 литров воды. Важно! Изобилие влаги провоцирует развитие грибковых заболеваний, например, серой гнили. Нехватка питательных элементов, пожалуй, самая распространенная проблема, по которой клубничный листик начинает бледнеть и плодоношение слабое – дефицит магния. Этот химический элемент входит в состав хлорофила, а также принимает участие в фотосинтезе культуры. Его может не хватать в земле и тогда у листьев садовой клубники появляется желтизна, они приобретают фиолетовый и бурый оттенок, особенно нижний край. В месте образования пятен живые клетки стремительно отмирают. Для лечения клубники в данном случае грунт надо обогатить сульфатом магния. Через неделю процедуру желательно повторить. Иногда листочек начинает светлеть, белеть и сохнуть. Это свидетельствует о дефиците азота. В этом случае куст надо подкормить аммиачной селитрой. Нехватка питательных элементов хлороз. Почему у клубники светло-зеленые листья? Что делать? Если уже весной или в начале июня зеленоватое листовое покрытие в огороде начинает бледнеть, скорее всего кусты были поражены неинфекционным хлорозом. Симптом болезни – листья желтеют не полностью, а только в промежутках между прожилками. Патология развивается по причине того, что весной-летом грунт прогревается медленнее, нежели воздух. В условиях холода клубника медленно усваивает питательные вещества и поглощает влагу. Помимо этого, способствует развитию патологии избыточное количество влаги в почве. Для профилактики заболевания культуру надо поливать теплой водой и орошать растворами, содержащими железо. В этом случае она сможет зацвести с новой силой. Вредители с приходом тепла активизируются и насекомые, которые не против полакомиться листьями, стеблями и корнями растения. Многие из них, например, толя, ко всему прочему, переносят инфекции. Для растения необходимо обработать от нападок следующих вредителей паутинного клеща, слюня в кипенице, майского жука, малинно-земляничного долгоносика. Для этого можно использовать специальный химический препарат фитовером или его аналоги. Уничтожить вредители, которые обитают в почве, можно с помощью раствора марганца. В 10 литрах воды растворить 5 грамм перманганата калия. Раствором поливать почву. Лечение заболеваний и борьба с вредителями. Рассмотрим основные агрономические требования, которые необходимо выполнять при появлении пожелтевших листьев, чтобы обеспечить почву. Под кустом азотом при посадке в ямы необходимо закладывать перегной, а весной обязательно вносить азотные витаминизированные комплексы. Надо соблюдать меру, в противном случае это приведет к нарастанию зеленой массы, а не соцветия плодов. Хлороскультура часто страдает из-за нехватки магния в закисленных почвах. Понизить кислотность и обогатить почву химическим элементом позволит доломитная мука. Подкармливать почву магнием необходимого с интервалом в 2 недели. Внекорневую подкормку железом можно осуществить с помощью любых препаратов, содержащих железо. Для лечения таких болезней, как краевое пожелтение и мозаика, надо своевременно и регулярно уничтожать переносчиков, а также использовать качественную рассаду. Если на грядках была обнаружена тля, необходимо срочно принять меры по ее устранению. Во время цветения плодоношения, когда использовать химикатопротивопоказанно, тлю собирают руками. После сбора урожая кусты клубники можно обработать мыльным раствором с добавлением табачной пыли, настоя чеснока и растительного масла. Для достижения максимального результата рекомендуется чередовать народные средства с химическими. При сильном поражении вирусами, болезнетворными бактериями и паразитами необходимо заменить весь посадочный материал, а пораженные кусты полностью собрать и сжечь. Хлороз поливать культуру необходимо не только во время цветения, но и во время всего вегетационного периода. В засушливую и жаркую погоду надо организовывать обильный полив, который должен проходить с периодичностью не менее одного раза в течение 7 дней. Профилактические меры Для предотвращения образования желтизны на листьях из-за солнечных лучей поливать растения необходимо рано утром или поздно вечером. Рекомендуется использовать систему копильного полива. Для поливного вода должна быть умеренно теплой. Кроме обеспечения регулярного полива культура нуждается в регулярных подкормках минеральными или органическими удобрениями. Обязательная профилактическая мера орошения растений препаратами против вирусных болезней и вредителей. Ягоду может вырастить на своем дачном участке и даже начинающий агроном. Главное предварительно ознакомиться с особенностями сорта и агротехникой его выращивания. Лишь путем проб и ошибок можно достичь совершенства выращивания культур на приусадебных участках.